Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам прочитать рассказ писателя Сергея Алексеева. Да-да, это рассказ о великом русском полководце Александре Васильевичу Суворове. Мы уже читали несколько рассказов из этой книги. Вот и сегодня я хочу вам прочитать рассказ о шинели, который очень дрожил Суворов. А почему и что с ней произошло, вы сейчас узнаете сами. Итак, я начинаю. Досталась в наследство от отца Александру Васильевичу Суворову шинель. Была она старая, местами латаной. Но Суворов родительской шинелью очень дрожил. Брал ее с собой во все походы, и как наступали холода, никакой другой одежды не признавал. И вот суворовская шинель попала в руки противника. Дело было летом. Суворов в то время был уже фельдмаршалом. Хранилась та шинель в армейском обозе. Как-то на обоз налетел турецкий разъезд, захватил повозки и увез шинель вместе с другими вещами. Суворов опечалился страшно. Места себе не находил. Осунулся, аппетита лишился. Да мы вам, ваше сиятельство, новую шинель сошьем. Успокаивали его армейские интенданты. Лучшую? Нет, нет, отвечал Суворов. Не видать мне подобной шинели. Нет ей цены, нет ей замены. О пропаже шинели узнали солдаты фаногорийского полка. Договорились они во что бы то ни стало вернуть от турок суворовскую шинель. Во главе с поручиком Троицким и капралом Иваном Книгой солдаты пошли в разведку. Но неудачно. Шинели не нашли. Зато взяли в плен турка. Стали выспрашивать, но тот про шинель ничего не знал. На следующий день снова ходили в разведку. Изловили за это время шесть турецких солдат. И лишь седьмой оказался из тех, что принимал участие в наскоке на русский обоз. Пленник долго не мог вспомнить, была ли шинели, что с ней стало. Наконец вспомнил, что досталась она при дележе захваченного имущества старому турку по имени Осман. А где он? Жив тот Осман! Заволновались солдаты. Осман оказался жив. Только вот задача. Пади и злови его. Тогда поручик Троицкий решил отпустить пленного турка и наказал. Если тот принесет в лагерь суворовскую шинель, то и остальные шестеро будут отпущены. На следующий день турок принес шинель. Узнал Суворов, как попало к русским шинель, ох и рассердился. Людьми рисковать. Из-за шинелишки солдатские головы под пули турецкие. Набросился он на поручика. Так они, Александр Васильевич, сами, сами, пробурчал Суворов, однако уже не так строго. Потом взял шинель в руки, глянул на потертые полы, на залатанный борт и вдруг заплакал. Чего это? Наш фельдмаршал. Спрашивали, не знавшие, в чем дело, солдаты. Шинель. Отвечал Иван Книга. Ну так что ж? Родительская. С нежностью пояснил Капрал. Вот такой рассказ, дорогие мои. На первый взгляд незамысловатый, но мне кажется, тут есть над чем поразмыслить. А главное, чему поучиться. Посмотрите, какая любовь, какая почтительность по отношению к родителям была у Суворова. Как он дорожил памятью об отце, старенькой шинелью. И в то же время, какую любовь проявили солдаты к своему фельдмаршалу. Рисковали своей жизнью, не ища никаких наград. Как вы думаете, почему? Да потому что каждый из них знал о том, как дорожит фельдмаршал каждой солдатской жизнью. За что и получил, нагоняй, поручик. Вот такой коротенький рассказ. Но сколько же в нем неподдельной любви. Разве это не пример для нас с вами? До новых встреч, друзья мои. Ангела вам всем, хранителя. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok